Ребята, всем огромный привет, добро пожаловать на канал, добро пожаловать в американские будни. Мы сейчас едем на встречу к нашему новому партнеру, потому что, как я вам говорила, мы начинаем еще один бизнес. Он будет максимально, я надеюсь, не зависим от соцсетей, потому что очень хочется выстраивать какие-то источники пассивного дохода. И этот бизнес в той конфигурации, которую мы устроим, он выглядит как пассивный доход. В общем, сейчас едем к нашему партнеру, во-первых, смотреть его новый дом, потому что он уезжает. Что бы оценить партнеру вообще? Он на работе не. Он уехал из Америки, уехал, ездил по миру, жил в Европе, но в итоге что он сделал? Вернулся снова к Ревнивую долину. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, привет, привет! Как дела? Тем, ты что вернулся? Я, ну мне, во-первых, тут нравится. Почему не Европа? Слушай, ну много причин, на самом деле. Во-первых, я вот после отъезда много где пожил. То есть я был на Бали, в Таиланде, в Италии, в Черногории, там где-то еще вот по полгода-год. Как бы, когда ты приезжаешь из долины, вот я помню, я приехал из долины в Италию, я понял, что, значит, ты гораздо больше получаешь каких-то вот лайфстайл историй за меньшие деньги. То есть, как бы, хотя, казалось бы, Италия достаточно дорогая страна, там, европейская. Вот, но я думаю, что в Италии раза в три, наверное, дешевле. А если не жить в каких-то ключевых городах, то, может быть, и больше. Но при этом вот сейчас, на самом деле, очень сильно изменилась долина. Сейчас куча классной полезной еды. Другой вопрос, что, естественно, она дороже, как бы, чем где-либо, мне кажется. Но мы считали, знаешь, как мы считаем? Вот я понимаю, что в целом на семью, мне кажется, нужно где-то, наверное, от 20 тысяч долларов тут, чтобы комфортно жить. Вот, и если учитывать, что в среднем ты платишь вот за привлеченные деньги, там, 5-10%, то тебе нужно привлекать, там, в год 2,5 миллиона долларов. И это то место, где это реально делать. То есть, если ты привлекаешь больше 2,5 миллионов долларов, то, как бы, здесь есть смысл, как бы, находиться. Давай тур по дому. Давай, ну, тут пустой дом какой-то. Давайте покатить диван, типа, из которого надо стоять на улице. Мы его покатить поставим, потому что не приехал обычно. Собственно, это гостиная. Класс. Это... Электрический камин, который мы пока еще не поймали, как включается. Не греет, да, пока. А ты можешь рассказать, по чем мы сняли? Слушай, мы сняли 8 тысяч, он стоит, что в целом, как бы, для Аэри. Очень классно. Да. У нас тут считается Хиллсбург, мы заехали на Бизонтауна в Хиллсбург. То есть, мы... У нас тут 2 кабинета, по сути, то есть, у нас там 2 рабочих мест, там, и так далее. Тут течет ручей. Вы слышите этот звук? У нас тоже на Бакьярде течет ручей. Да. Но он не так громко течет. Вот у вас прямо создает защищение. Ну, знаешь, что, приходишь, по ночам лягушки квакают. Слышал? Не, у нас пока не было вроде. Либо мы не слышали. ночью, а не жабы появляются. Еще дождик, сосны, ручей, красота. И это все ваша территория, да? Там, к сожалению, так не супер походишь, потому что она гористая, но в целом, да. А тут, собственно, первый кабинет. Ой, это тема, с темой созваниваешься, он вечно бежит по своей дорожке. Это ты для... Ты снимаешь что-то, или это для зума себе поставил? Я поставил для зума, потому что часто звонки где-то до часу ночи бывают, и уже темно, вот, и все-таки в зуме нужна хорошая картинка, потому что у нас это B2B-продажа там с большим чеком, и ты просто, ну, качество картинки и звука влияет. Прямо... Тут сейчас кабинет Наташи. Понятно, чем кабинет Наташи занимается. Ой, Тема, Тема, ты в Америку приехал. Да, тут все равно. У нас тут эмансипированные женщины, если что. Мы за феминизм. Это просто так получилось. Здесь постирочная, я не знаю. Класс, новая стиральная машинка. Красота. Радится, да, такое все? Пока все на минимуме. Красота. О, еще и... А, это ты включил, или это сенсор? Расскажи, на что вы пошли учиться в Стэнфорд? Ну, вообще, это по стоицизму курс, но мы конкретно пошли вот на СНЭКу. То есть там, в целом, это философское направление о том, как относиться к жизни, как относиться к своим эмоциям. Основное это ЭКО. То есть, если к тебе приходят какие-то эмоции, то ты на них смотришь со стороны, но продолжаешь идти к своей цели. Ну, вот, наверное, для меня это такое вот основное, но там много достаточно интересных вещей о том, как вообще можно жить, и они до сих пор работают. А у тебя, Насташа, какие шаги от стоицизма? Мне кажется, я в целом стала счастливее жить и правильно относиться ко всему, что происходит в жизни. То есть, какие-то трудности, преодолевать трудности, преодолевать какие-то, принимать решения. Стало проще, когда ты понимаешь, что от тебя есть то, что от тебя зависит, и ты направляешь всю свою энергию на то, что тебя зависит, а то, что от тебя не зависит, ты как бы на это не обращаешь внимания. И прикладываешь усилия в нужное русло. Мне кажется, это очень помогает жить. А чем ты в Америке будешь заниматься? Это хороший вопрос. А чем я буду заниматься в Америке? Пока я буду учиться на философию, заниматься бизнесом в России. А дальше... А что у тебя за бизнес? У меня бренд женской одежды. О, класс, классно. Как называется? I want dress. I want dress. А потом, может быть, буду делать что-то здесь. Как получится. Класс. Класс. Поздравляю вас с переездом, ребята. Спасибо. Часота. Начало новой жизни. Я считаю, что здесь есть смысл находиться, когда у тебя какой-то венчурный бизнес, в который нужно инвестиции привлекать. Тема помогает запускать продукты на Амазон, причем они это классно анализируют. По сути, что мы делаем, мы разобрались, как замасштабироваться очень быстро. То есть мы хотим к 30-му году 10 тысяч уникальных продуктов запустить. И, ну, обычно так не делают какие-то мелкие ком-бренды. То есть запускают несколько продуктов и все. И за счет вот этой модели мы венчурные, плюс мы делаем искусственный интеллект. То есть мы хотим, чтобы уже через год-два полностью все процессы от придумывания продукта до продаж делал искусственный интеллект без людей вообще, без какого-либо вовлечения. Я когда только появился чат GPT, я говорю, а представляете, чат GPT будет придумывать продукт, писать ленд, запускать таргет и собирать деньги. То есть, ну, типа сделать какую-то PDF, какой-то workbook чат GPT спокойно может. Ну, давай так, там много сложностей. То есть там на самом деле сотни процессов внутри, если это делать качественно. То есть мы используем больше 70 аналитических инструментов, только чтобы вообще нишу выбрать по продукту и дальше, соответственно, это все еще нужно ввести. Вот. То есть как бы это займет время, чтобы было условно по кнопке, знаешь, там проинвестировать. Ну, понятно, да. Ты получаешь там еженедельные отчеты, что вот искусственный интеллект управляет твоим продуктом. Но я думаю, к этому все придет. То есть я вообще считаю, что если искусственный интеллект не управляет твоим бизнесом, значит, у тебя не будет бизнеса скоро. Как-то так. Ваше мнение? 100%. Это не перспективы нашего бизнеса. Какого? Который мы с тобой запускаем. Честно. Давайте так. Мы, во-первых, еще не определились с продуктом. Как не определились? Ну, почти определились. Ну, почти определились. Надо еще смотреть. Давайте так. Какого трешного запроса у нас нет. Поэтому, ребята, если с вами вытянем, остальные можете приходить с чем угодно. Вообще будет пушка. Нет, давай так. Как бы мы в целом всю эту систему разработали таким образом, чтобы вероятность того, что продукт не пойдет, была минимальная. А у вас есть хоть один, который не пошел? У нас нету... Давай так. У нас есть продукт, который не пошел так, как мы хотели. И мы ликвидируем, продаем, как бы отбиваем все равно вложенные деньги. Один вот из всех. Чуть не пошла. Это первый... Это были скраб. Мы не можем сказать, что он не зашел. Там были некоторые сложности. Это был первый самый продукт. И тогда еще были неналаженные процессы в компании. Тогда было три человека. Сейчас уже там 60 человек почти. Это когда было? Это было... Три месяца назад. Это было, да, три дня назад. Но сейчас мы все поменяли. Да, да, сейчас вообще клянусь. Это был июль, июнь даже, июнь 22-го года. То есть это было, как бы, достаточно давно. Самый прибыльный продукт, сколько приносит прибыли в месяц? Давай так. Не давай так, а, пожалуйста, скажи. Я тебе расскажу постно. Я не могу, потому что это прибыль инвестор. Я могу сказать, что... Ты можешь не говорить, что за продукт, но сказать, сколько денег приносит. А, давай. 37 тысяч долларов. Чистыми? Чистыми. Но это нужно понимать, что это декабрь. Окей, а скажи примерно... И, давай так, это прям... То есть это сильно выше среднего. То есть я бы так сказал. А в среднем сколько прибыль? В среднем, ну вот если вот этот продукт добавлять к расчетам, то где-то я бы... Наверное, это так, 5 тысяч долларов прибыль пока что в среднем. Просто пока не так много продуктов, они же у нас постепенно выходят на рынок. Это на какой месяц такая прибыль? Это в целом. То есть это, я бы сказал, среднегодовая. Но вот мы запустим продукт, когда у нас будет прибыль такая примерно по твоим расчетам? Значит, давайте подумаем. Значит, если мы с вами в феврале определяемся с продуктом, там, досчитываем финмодель, запускаем производство. Ну, давайте скажем так. Март – производство, апрель – логистика. Сейчас, кстати, я хвастаюсь тем, что узнаем месяца их в порядок. Май – это запуск на Амазоне, то есть это наоборот. А, здесь мы же в мае можем запуститься, да? Я думаю, что да, можно в таком... Класс. Ну, давайте так, май-июнь. Там, в зависимости еще от того, сколько Амазон будет товар принимать, но в целом, возможно. В общем, цель, ребят, как вы поняли, через пару лет 10 тысяч пассивного дохода, да? Был бы классно. Airbnb и... Мне кажется, что прикольно... Не, ну, я просто, я всегда хочу пассивный доход. Ну, типа, если это десятка будет через пару лет, включая там Airbnb этот продукт, если это будет двадцатка, будет вообще идеально, потому что это касты основные. А, можно относиться к этому бизнесу как к пассивному доходу? Слушай, ну, мы сейчас так и делаем, то есть мы на себя берем все управление и, по сути, инвесторам предоставляем отчеты и прибыли, поэтому можно относиться как к пассивному. До этого была чуть другая у нас модель, когда участвовали люди еще в процессе, но больше это неэффективно, потому что нет экспертизы, ну, как бы, нет смысла. Саря, мне очень хотелось давно оффлайновый бизнес. Ну, это как бы онлайновый, но физически... Классно друзьям что-то дарить, ну, вот такое свое. В общем, класс, класс, класс. Буду вам все рассказывать, показывать. Ребят, мы с вами пришли на просто невероятное событие. Сейчас эта комната наполнится людьми, которые будут делать роботов. Меня позвали, разрешили поснимать. Это вообще обязательное правило входа. Нужно написать несколько строчек кода, они будут хакать роботов. Я пришла записать вам видосы и уже нашла ребят из Москвы, они в Дубае. Мы долго построили робота, который может с тобой общаться. Лицом, сейчас будем его тестировать. Мы продолжаем говорить, показываем, что Ричи это огромное хакать роботов и мы очень очень доверяем. Утро следующего дня, мы с вами в том же месте, посмотрите, уже никого нету, сегодня меня пригласили на бранч, где мы будем рисовать картину Это такие, знаете, арт-ланчи, очень прикольно, что очень много русскоязычных ребят здесь тоже, и девочка, которая русскоязычная из Москвы, она как раз делает этот бранч, вот, и придут все наши знакомые, в общем, невероятное место для коллабораций, всех-всех-всех, я, как обычно, блин, со штативом, с камерой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, у нас начинается активно рабочая неделя, перед тем, как завершить этот влог, хотела вам дать апдейт по нашей гавайской квартире, что у нас происходит Смотрите, во-первых, я вам хотела показать, на маркет вышла квартира с такой же планировкой, как у нас, но с классным ремонтом, и это очень классно, потому что мы сейчас будем ориентироваться Мне очень нравится, как они все сделали, а похожи они на нас один в один, вот, и что радует, знаете, я смотрю на их Airbnb, у них уже весь май занят, и, ну, вон, часть июня Мы еще в процессе, на самом деле, сейчас 12 февраля, я снимаю, мы депозит перевели в декабре 2023-го Сейчас у нас, значит, мы ключи уже получили, сегодня подключат электричество Мы в процессе трансфера лицензии, это еще, наверное, займет полтора недели, как только нам трансфернут лицензию, мы сможем выставить это все на Airbnb и начинать получать новые бронирования Но что нужно сделать сейчас? Тоже классно, что у нас есть ребята, которые нам помогают с обустройством этой квартиры, наши менеджеры, кто будет ее сдавать, да, там, между приходами гостей что-то чинить Вот сейчас у нас первоначальные починки, понятно, что квартира в нормальном состоянии, мы там какого-то капитального ремонта прямо сейчас не будем делать, но нужно делать апгрейды И очень хорошо, что нам не придется ехать это делать, смотрите, что ребята присылают Это вот гараж, там столько мусора, видите, они нам много всего оставили, но при этом много мусора Это ребята сейчас все вывозят, нам оставили велики, доски для серфа, вот эти креслица для плавания Это вот все здесь сейчас наводится порядок И сейчас мы какие-то вещи согласовываем, вот так вот выглядит спальня Мы будем вешать шторы, вот эти жалюзи менять, покрывало менять Сейчас у меня еще пришли на коллаборацию два бренда, один бренд матрасов, классный Они готовы предоставить нам матрасы для всего дома и, скорее всего, будут еще покрывало, наволочки и так далее И еще пришли на коллаборацию бренд диванов У меня единственное, что с брендами такой момент, что Big Island, Гавайи, это не то место, куда очень быстро доставляют И поэтому некоторые бренды, когда узнают, куда, они говорят, ай, сори, мы туда не можем Даже Амазон доставляет две недели, поэтому ты либо на острове все покупаешь Ну вот чем будут заниматься ребята, которые сейчас там, они будут основные вещи Типа там, ну понятно, туалетная бумага, да, надо купить, надо что-то подкрасить, кофемашину обновить Вот эти все вещи, это будет непосредственно на острове Я думаю, что мы поедем туда, я не знаю, честно, может быть, в марте поедем, но будем смотреть, на самом деле, как букинги идут Если она будет забита, то я готова туда не ехать пока И что-то я, например, свое привезу, тоже какие-то вещи здесь куплю, там у Астелмы, которые туда не так быстро доставляют Может быть, хоум гудси, что-то прикуплю На самом деле, так меня это все вдохновляет У меня сейчас еще буквально через час сюда домой к нам приезжает организатор пространства Мы будем просто все, ну, выкидывать Я уже там 8 мешков одежды собрала, которые мы отдадим Хочу навести вот этот, вот знаете, порядок, когда все на своем месте лежит Потому что мы, помните, когда я заезжала в этот дом, я вам говорила Ой, как не хочется обрастать вещами, у нас столько места Ну, что вы думаете? Прошло 3 года, когда у тебя двое детей, когда ты сам блогер-шмоточник И мне постоянно что-то присылают Хотите, покажу просто сейчас? Ну, я уже какие-то моменты начала делать Соро, мне сейчас все немножко беспорядок Но хотела вам показать, какой объем вещей мне присылают Буквально совсем недавно мы начали работать с брендами Посмотрите Это все мне присылают бренды И это... И частью я уже пользуюсь Часть вещей, вещи у меня уже одежда Они вообще в другом шкафу В общем, план это все оптимизировать Сделать красивым, чтобы у нас постоянно был более-менее порядок Это я в RealReal собрала коробку То, что на продажу, то, что еще реально продать Знаете, не все вещи реально продают Например, заровские вещи никто не берет Вот я покупала когда-то там Off-White Димина Гуччи какие-то старые Спорти Энрич Это все возьмут в комиссионку Конечно, на этом ни на чем не заработать особо Ну, типа, там кофту, которую я покупала за 100 долларов Она уйдет в долларов за 8 Реально, вот такие вот там рейты И как бы каждый раз, когда я это делаю Мне еще раз, знаете, в голову Не надо покупать дорогие вещи Там дорогую сумку более-менее Дорогую обувь, такое Ну, там можно продать, но ты все равно процентов 40 стоимости теряешь Вот, поэтому Лучше, конечно, не в это инвестировать Инвестировать в то, чтобы ты в голове понимал, что можно меньшим количеством вещей обойтись И мне кажется, вот эти вот весенние, там, spring cleaning я это называю у нас сейчас Но эти все вещи, они тебе настолько напоминают, насколько важен минимализм Потому что вот это просто все спущенные деньги Понятно, что это были эмоции в моменте Но, например, как блогер, ты можешь там компенсировать это тем, что у тебя бренды в итоге присылают Я просто даже для себя это не открывала А сейчас мы этим серьезно занялись И окей, эта статья ушла, и это классно Вот, поэтому У нас сейчас будет разбор дома Наведение порядка Ближайшие два дня я буду заниматься этим Я вам запишу обязательно влог, все это вас будет ждать И параллельно мне нравится то, что я много всего сейчас узнаю Об организации пространства Каких-то вещей, каких-то плюшек Естественно, я это все в гавайскую нашу квартиру тоже внедрю Я так рада, что мы ее именно сейчас купили Потому что, если честно, ребят, если вы меня знаете, давно смотрите Я вообще не тот человек, который сильно увлечен порядком Но вот почему-то сейчас меня прям вставило Я прям хочу заниматься порядком Хочу все организовать И теперь у меня есть большее пространство для того, чтобы этим заниматься Сейчас вам еще немножко фоточек покажу Это вот мастер-бедрум А знаете, что самое классное? Выбросите Слышали, слышали, слышали? Это к чему я? Это птица, которая есть еще на Мальдивах Когда она вот так идет Клук-клук-клук У меня все сразу Отпускное настроение, отпускное вапе Я вчера, когда смотрела эти видео Я такая, блин, это же как на Мальдивах птичка Они, причем Эти птички, они рано-рано с утра начинают петь И, в общем, я прям сижу вдохновленная Потихонечку, полегонечку будем вставлять Вот, в общем, такой вот вам апдейт по бизнес-жизни в Америке Я погнала налаживать пространство дома А мы с вами увидимся совсем скоро в следующих влогах До скорых встреч, пока-пока!